Добрый день, уважаемые жители района, участники брифинга. В 2020 году президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно выступал с обращением к населению страны в связи с эпидемией коронавируса. Последнее такое обращение прозвучало 11 мая текущего года. Он отметил, что приоритетом для страны является безопасность, жизнь и здоровье граждан, в связи с чем предложил ряд мер, направленных на поддержку населения, в частности, семей с детьми. Поэтому сегодня мы даем разъяснение по дополнительным мерам социальной поддержки семей с детьми, объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путином. Брифинг буду вести я, заместитель главы администрации по социальным вопросам Мендиарова Галхар Исавирна. На брифинге принимает участие начальник управления пенсионного фонда в Янаульском районе Вильданова Гульнара Ильгизовна, заведующая службой семьи в Янаульском районе Сахапова Гульшат Харитовна, заведующий филиалом МФЦ в городе Янауле Ахсямова Гульнара Несхатовна, директор филиала Северо-Западного межрайонного центра занятства населения Шрафудинов Фарис Менигаревич. 11 мая текущего года внесены изменения в указ президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года за номером 249 о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Гульнара Ильгизовна, расскажите подробнее о ежемесячных выплатах в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и выплате семьям в размере 10 тысяч рублей. Какие семьи имеют право на получение данной меры и с какого периода они начнут действовать? Добрый день. В соответствии с указом президента номер 317 от 11 мая 2020 года расширено право семей на ежемесячный выплат 5 тысяч рублей, которые с апреля по июнь предоставляются на детей до 3 лет. Теперь эти средства могут получить не только те семьи, которые имели право на материнский семейный капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с июня месяца. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшие указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский семейный капитал. Обратиться за выплатой пока что только можно через портал госуслуг. У семей есть почти 5 месяцев, чтобы обратиться за данной выплатой. Заявления приниматься будут вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. Заявление можно будет подать в клиентскую службу пенсионного фонда через портал госуслуг. И когда будет подписано соглашение с МФЦ, можно будет подать через многофункциональный центр. Спасибо, Гульнара Ельгизовна. А теперь в перечне дополнительных мер поддержки семей есть такие меры, как выплата пособия на ребенка до полутора лет и выплата на детей от 3 до 7 лет включительная. О них мы попросили ознакомить Сахапову Гульшат Харитовну, заведующую службой семьи в Янаульском районе. Пожалуйста, Гульшат Харитовна. Спасибо, добрый день. Что касается выплат до полутора лет на первого ребенка. С 1 июня размер данной выплаты увеличился до 7700 рублей. Данная выплата обращаться в филиал социальной поддержки город Нефтекамск никому не нужно будет. Граждане, которые ранее оформили уже эту выплату, для них будет произведен автоматический перерасчет. Далее, насчет второй выплаты для детей от 3 до 7 лет. Данная выплата назначена с 1 января 2020 года. Заявления будут приниматься с 21 мая. Также пока единственным каналом подачи заявлений является портал Госуслуг. Данная выплата будет предоставляться для семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал прошлого года. Это 9804 рубля. Соответственно, если есть какие-то вопросы, вы в любой момент можете обратиться в нашу службу семьи. Мы будем предоставлять всю справочную информацию. Большая Таритовна, попросила бы вас назвать номера телефонов вашей службы. Рабочий номер наш 52211. По этому номеру вы можете позвонить с 9 до 17.30 рабочего времени. Спасибо, Большая Таритовна. Я бы сейчас попросила коллег занять места следующим участникам брифинга. Уважаемые жители нашего района, к нам присоединились следующие участники брифинга. Еще раз я вас представлю. Это директор филиала Северо-Западного межрельного центра занятости населения Шерохудинов Фарид Менигоревич. Фарид Менигоревич, скажите, пожалуйста, еще хотелось бы ознакомить наших жителей еще с одним видом поддержки семей, а именно выплаты пособия на несовершеннолетнего ребенка семья, где один или оба родителя лишились работы после 1 марта 2020 года. Фарид Менигоревич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые анонси. Сначала хочу довести до вас о размерах пособия по безработице. Как я уже ранее говорил, постановлением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года под номером 346 определены размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице. С 30 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице Республики Вашкорстан составляет 1725 рублей. Максимальный размер пособия составляет 13 949 рублей 50 копеек. В селях социальной защиты граждан, признанных в установленном порядке безработными, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, постановлением правительства установлено, что гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по безработице Республики Вашкорстан в апреле, мае, июне 2020 года устанавливается в размере 13 949 рублей 50 копеек. Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле, мае, июне 2020 года увеличивается пропорционально количество таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей. У вас все, да, Фарид Менигоревич? Спасибо за разъяснение, Фарид Менигоревич. И еще вопрос, Гульнара Амисхатовна, вам возможно, есть ли какие-либо особенности в перечне документов, необходимых при оформлении через МПЦ? Спасибо. Добрый день. РГМФЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года номер 210 ФЗ об организации предоставления государственных и муниципальных услуг с соглашениями о взаимодействии с органами, предоставляющими услуги и иными нормативными правовыми актами. Хочу заметить, что с 13 мая наш филиал начинает работу в своем обычном режиме, то есть в понедельник с 9 до 20, вторник, суббота с 8 до 20 часов, строго по предварительной записи. Предварительную запись можно осуществить следующими способами. По телефону контакт-центра 347-246-5533-927-3333-100 через личный кабинет на официальном сайте РГМФЦ, обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГМФЦ и на портале госуслуги «Башкортостан.ру». С целью противодействия распространения коронавирусной инфекции вход в наш филиал осуществляется в масках и перчатках, обязательно также соблюдение социальной дистанции. По дополнительным мерам соцподдержки детей с детьми, объявленным президентом Путиным в связи с коронавирусной инфекцией, в РГМФЦ организовано предоставление услуги приема от граждан заявлений о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты 5000 рублей, о которых об этой услуге Глинар Львизовна рассказал очень подробно. У каждого заявителя своя жизненная ситуация. Исходя из этого, формируется пакет документов для оформления той или иной услуги. Полную информацию о необходимых хотя бы об основном пакете документов можно получить на официальном сайте РГМФЦ. Также много информации доступно и размещено в социальных сетях нашего РГМФЦ. Спасибо, Гулинара Миславовна. На этом, уважаемые на улице, мы заканчиваем брифинг о мерах, направленных на поддержку населения, в частности, семей с детьми. В ближайшее время, когда поступит методическая рекомендация, мы более подробно с вами еще раз встретимся и обговорим. Спасибо за внимание.